О ближайших днях, будущем, что произойдет в нашем городе 17-18 декабря, произойдут соревнования по Техвандо. И вот некая такая короткая версия этих соревнований, совсем короткая у нас в нашей студии, сейчас здесь будет продемонстрировано. Представляем наших гостей Сергей Каташин, организатор этих самых соревнований. Доброе утро. Доброе утро. А также Игорь Станько, Техвандист, правильно, что нужно произносить, да, первого разряда. Доброе утро, Руслан Бабуев, также Техвандист первого разряда, и Андрей Низванов, тренер, трехкратный чемпион Европы и серебряный чемпион мира. Здравствуйте. Доброе утро. Так, ну давайте мы тут уже, я понимаю, что готовы продемонстрировать свое мастерство, но пару слов буквально о соревнованиях, статус, кто участвует, что будет. Да, уже в этих выходных. Хорошо, да, действительно, вот в эти выходные 17-18 декабря состоится открытый кубок Красноярского края по Техвандо. Планируется порядка 400 участников, это жители, ну, спортсмены города Красноярска, городов и муниципальных образований Красноярского края и регионов Сибирского федерального округа. Соревнования пройдут в четырех возрастных группах, самые младшие, это 10-11 лет на момент соревнований, это те спортсмены, которые делают только первые шаги в нашем виде спорта. 11-13 лет, 14-15, 16-17. Для старших возрастных группах эти соревнования у нас являются очередным отборочным этапом для участия в чемпионате первенства России, который состоится в Санкт-Петербурге в конце февраля. Хотелось бы заметить, что вот эти соревнования мы проводим уже 10-й год и количество участников с каждым годом у нас все возрастает. Юбилей. Юбилей, да. Без ложной скромности гостями отмечается, что у нас организация этих соревнований примерно приближается к идеалу, потому что каждый год мы стараемся что-то сделать новое, не только спортивную составляющую, но для гостей города еще и показать в преддверии праздников новогодних, как преображается наш город. Они всегда очень любят ходить по нашим местам интересным города Красноярска и все время просят, чтобы еще день-два у нас после соревнований для них оставалось. Это хорошая новость. Всегда приятно слышать что-то хорошее в своем городе. Давайте продемонстрируем мастерство участников. Ну здесь только какую-то маленькую крупицу мы, конечно, можем показать из всего того, что будет у нас происходить на соревнованиях. Будет у нас три программы. Это Туль. Туль это такой формальный комплекс, ну, образно говоря, бой с тенью, бой с воображаемым противником. Где оценивается техника, фундаментальная базовая техника. Это спарринг. Непосредственно самая, может быть, зрелищная часть наших соревнований. Это драки, бои для обывателя. И специальная техника. Это на высоте от двух до двух метров, 70 сантиметров закрепляется доска. И в прыжке надо разбить сложным техническим ударом. Вот. Но сейчас... Сейчас будем разбивать? Да, сейчас тут мы немножко ограничены в студии, поэтому что-то такое вот локальное, небольшое там. Ну, давай, попробуем, давайте. Это всегда зрелищно, всегда интересно. Немножко лучше отойти. Твои любимые. Да, так, давайте отойдем, чтобы, подозреваю, сейчас. Еще дальше может отойти? Нет, нет, нет. Вот эти ребята под 15 лет, которые выступают по юниорским возрастам, и будут как раз отбираться. Вот эти доски также у нас применяются как на соревнованиях, так и на тестации, на экзаменах. А вот можно мы тоже вот вам похвастаемся? Александр один раз вот у нас разбил такую доску. Ну, не будем хвастаться, я сейчас вижу, что мастера работают, не будем сейчас приобщаться к ним. Не надо. Оп. Браво. А есть, получается, вот некие экзамены, да, получается? Есть экзамены. На сбивание доски. Если вы заметили, да, что у одного спортсмена зеленый пояс, у другого красный пояс, у нас есть градация, есть спортивные разряды, это результат выступления на спортивных соревнованиях. А если пояса, это по нашим, ну, это ГП, приходит новичок, у него белый пояс, потом сдают экзамены, желтый пояс, если вы видите, что доска у нас не подпиленная, еще дадим один шанс или... Давайте еще один шанс, да, скажи. Вот, и, то есть на каждый пояс у нас сдаются экзамены, где оценивается кругозор, кругозор и знания самого вида спорта. Ну, не всегда, конечно. Да, не всегда это, в принципе, нормально, то есть на экзаменах тоже. А вот нужно на экзамене там разбить одну... Дается два шанса и несколько видов удара и ногами, и руками. Потом идет базовая техника и знания, теория вида спорта. А то есть если вот там одну доску не разбил, то... Это уже все идет перездача. Ага, то есть тут как бы одна ошибка и все? Да, да. Ну, строго делаешься. Да. А вообще что ты там из теории тогда... Из теории, ну, это знание истории, знание терминологии, общий вообще кругозор. Просто даже такие вещи, кто у нас чемпионы, кто у нас основатель, в каком году это было основано, как развивается, как в России развивается вид спорта. Ну и так далее. Нет, у нас в равной степени и руками, и ногами. Просто удары ногами немножко сложнее натренировать, поставить, чтобы с такой же легкостью пользоваться ударами ногами. Поэтому упор при тренировках, конечно, идет на удары ногами. То есть какого-то определенного... Я прям сильно хочу вот один из видов бой с... Попробовать разбить ее? Нет, 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 нет. Бой с тенью, вот, которая... Можно сейчас что-то продемонстрировать? В чем он заключается? В чем он заключается? Вот смотрите, у нас есть базовая техника тэквондо, это как строится дома, это фундамент. Вот на этой базе уже дальше строится, как применяются эти удары, эти стойки, эти блоки, уже спарринги. То есть здесь у нас классические передвижения, классические удары, классические... Ну, кто... Давайте небольшой кусочек продемонстрируйте, пожалуйста. Давай, если... То есть у нас всего 24 туля. То есть здесь у нас заложена вся техника тэквондо. Там удары ногами, удары руками, блоки. Оценивается здесь как техника движения, координация, сила движения. При всем при этом еще нужно баланс, равновесие удерживать. Спасибо. Спасибо. Ну, а сколько времени вот уходит на... Ну, я понимаю, что в зависимости, вот, конечно, человека, у каждого по-разному, но тем не менее, вот, на то, чтобы назвать его более-менее постигшим азы какие-то тэквондо. Вот хочу сказать сразу, чтобы, ну, может быть, какие-то стереотипы убрать. Тэквондо, черный пояс, первый данный, это считается, что ученик, образно говоря, вышел из детского сада и поступил в первый класс. Да, и только после этого уже начинается что-то более-менее серьезное. Вот. Для того, чтобы сдать на черный пояс первый данный, ну, где-то около двух лет при тренировках каждый день. Каждый день по полтора-два часа. Вот, да. Ну, и, конечно, в зависимости от способностей, таланта, трудолюбия, все равно можно же как, ходить на тренировки и просто ходить. Вот, да. Опять же, да, можно давать спортсмену, вот я как еще, ну, как организатор соревнований и тренер, давать спортсмену, он может воспринимать, может не воспринимать. По-разному, у разного свои мотивы. Кто-то приходит просто научиться драться. Кто-то, ну, первый мотив, его там в школе обижают. Кто-то приходит именно, правда, научиться этому виду боевых искусств, и он начинает учить. У нас энциклопедия, там, на 12 томов, и там всю теорию, то есть всю подоплеку, все корни изучать. Вот с этим, конечно, более приятнее работать человеком, и он гораздо быстрее все постигает. Ну, в любом случае, заинтересованность, это очень важно. Ну что ж, спасибо вам за демонстрацию и за вот краткий такой экскурс в Тэквондо. 17-18 декабря, да, приходите. Ждем всех любителей спорта.